всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня снова буду снимать небольшой влог но прежде всего я хотела бы ответить на вопрос о уходе за руками у меня ну не то чтобы часто но он бывает задает вопрос как я ухаживаю за кожей рук тем более что я говорю что она у меня сухая вообще когда я читаю такой комментарий от вас мне все время хочется ответить что никак не ухаживаю но я тут подумала и все-таки у меня есть такие небольшие но хотите назовите это секретики можно и так сказать по поводу ухода за руками первое что я хочу сказать это то что я принимаю витамины на постоянной основе я летом только делаю перерыв когда не принимаю практически никакие витамины могу только там что-то какой-то комплекс для волос пропить но зимой то есть начиная с осени я пью витамины на постоянной основе какие витамины я пью обязательно омега периодически я пропиваю комплексы для кожи и волос я кстати очень часто вам показываю сейчас я пью что сейчас пью на херби я заказывала видео о покупках сахер я показывала вам витамины это пивные дрожжи и витамин c сейчас принимают до этого я пила омегу-3 до этого я пила комплекс для кожи и волос я чаще всего покупаю марку доппель герц но честно могу сказать что вот все таки мне кажется солгар намного лучше и на херби они дешевле поэтому если вы хотите какие-то витаминки заказывать все таки на херб если вам тоже нравится марка солгар заказывайте на херб потому что получается что намного дешевле раза в два наверное чем продается у нас в аптеках это первое вообще кстати когда я ходила косметологу когда после рождения второго ребенка у меня была очень сильная сухость кожи не только на лице но и на руках и вообще на теле она мне тогда посоветовала пить именно омегу то есть омега-3 69 века 3 в общем какой я захочу купить в аптеке такую и пропивать причем она мне говорила пить курсом то есть три месяца месяц перерыв и опять три месяца вот таким образом в принципе я так раньше и делала но сейчас я уже пью то есть купила баночку пропила ее купила какую-то другую баночку ну то есть вот как то так у меня получается все таки я могу отметить что состояние кожи и лица и тела и рук в том числе она очень я связываю улучшение именно с приемом витаминов поэтому если у вас очень сильная сухость попробуйте попить какие-либо витаминки может быть для кожи или тоже омегу любую какую заходите я думаю она обязательно вам поможет насчет ухода конкретно за руками что я делаю во первых когда я делаю скрабирование тела я всегда делаю скрабирование рук то есть я распределила скраб на тело и тот же скраб я распределяю на руках я делаю вот такие движения скрабом да то есть у меня здесь все в скрабе вот такие движения каждый пальчик вот так вот массирую хорошенечко да просто вот так вот делаю то же самое я этим же скрабом всегда скрабирую ножки то есть пяточки да и не покупаю какие-то отдельные скрабы не знаю может быть они работают лучше может быть потом как-нибудь приобрету попробую но вот обычным скрабом даже если мне нет обычного скраба вы знаете я беру кофе а вот это вот молотая да также и тело скрабирую и ручки и в общем все у меня замечательно мне очень нравится и каждый день на ночь я наношу какие-либо крема на руки каждый день у меня это вот как не знаю как почистить зубы я настолько к этому привыкла что я уже не могу обходиться без крема для рук на данный момент у меня два это вот такой вот он у меня уже тут но вот совсем совсем почти закончился скоро идет в пустые баночки это вот этот от кора это линейка санте она по-моему называется ночной крем с коллагеном и витамином интенсивное восстановление питания очень хорошо питают различные крема которые имеют антивозрастной эффект или именно вот такое или какие-то ночные они более жирные они более масляные и вот я заметила что кожа рук становится более мягкая более такая хорошая ну вот я не скажу что этот крем какой-то супер волшебный ну такой как бы как не вея наверно примерно то же самое вот поэтому принципе любой крем а также на ночь я иногда на ручки и на ножки наношу вот обычные не вея которые мы все знаем я обожаю этот крем иногда могу просто вот на ноги не знаю даже на тело могу нанести мне очень нравится он конечно жирный плотный но ручки говорят спасибо и если у меня например есть какие-то там я не знаю зусенчики или какие-то порезы или еще что-то и я на ночь наношу вот этот крем бипонтен он у меня есть всегда потому что она у двое мальчишек и муж еще считайте трое мальчишек поэтому этот крем это вот он должен быть у меня всегда если вот какие то вот не знаю порезы или вышло допустим мороз без перчаток и я чувствую здесь вот становится такая кожа знаете такая грубая вот бипонтен супер классная вещь мне очень сильно нравится и кстати скрабирование тела я делаю где-то как минимум два раза в неделю а то и три поэтому то есть руки в том числе у меня скрабируется вот как то так вот такой вот у меня уход но больше всего я связываю не столько с уходом не столько с какими-то вот кремами или чем-то таким а сколько с именно приемом витаминов потому что в этом году это наверно первый год когда я действительно не страдаю сухостью кожи как лица так и рук и ног у меня очень часто в холодную погоду сухая очень кожа от колена до стопы да вот в этой части она прям бывало шелушилась в этом году такого нет я думаю что это связано именно с витаминами именно с тем что я принимаю их на постоянной основе любые выбирайте то есть у меня нету какой-то определенной марки которую вот я бы сказала вот она классная но наверное кроме марки солгар потому что солгар действительно классные витамины и детские в том числе я их очень сильно рекомендую также я сейчас хочу вам показать свои такие бюджетные покупки и в магазине ривкош они не очень сильно понравились ну кроме одного продукта вот так что сейчас переверну камеру покажу это первое что я вам хочу показать из покупок это две туши одна из них это буржуа хотя я зарекалась больше не покупать себе ничего от буржуа но он была акция и я поэтому решила взять у него вот такая вот щетка достаточно такая какая-то колючая с виду но она не колит века в принципе неплохая что насчет этой туши тушь мне не понравилось она делает такие пушистые ресницы она неплохо прокрашивает она достаточно симпатично выглядит но она немного спается вот пока мне не очень она нравится но не знаю буду использовать ее дальше посмотрим и 2 это вот такая тушь от марки его мозаик у него вот такая вот замечательная щеточка чёточка кстати очень классная она очень хорошо прокрашивает ресницы она их слегка это тоже для объема у нас получается она их слегка даже как подзавивает она удлиняет если это делает просто пушистые объемные ресницы то вот это их еще как бы приподнимает так наверх в общем вот эта тушь мне понравилось хотя я пользовалась ей всего лишь один раз но мне очень сильно она понравилась прямо классная тушь почему я не купила мэйбелин и почему я не купила снова лориаль телескопик так как мои туши закончились уже эти две просто потому что захотела попробовать что-то новенькая и вот эти вот были по акции по скидке поэтому решила взять попробовать но вот это по мне понравилось больше дальше я там стояла около стенда мэйбелин и ночью смотрела туши и там еще в ревгоше была акция на матовые помады жидкие от марки мэйбелин в общем я там выбирала выбирала и продавец консультант мне посоветовал вот такую увлажняющую линейку от марки мэйбелин и я хочу сказать огромное спасибо продавцу за то что он порекомендовал мне вот эти помады они просто классная цена вопроса 237 рублей но помады просто супер я ему уже во всю пользуюсь это увлажняющие помады и сейчас покажу вот это это у меня оттенок 721 такая нюдово коричневая такая слегка красноватая очень симпатичная очень мне понравилось и также второй оттенок он чем-то схож это не аналог но он очень похож на мою помаду от шоссей да вот эту которая вы все время делаете мне девочки комплименты когда она на мне и есть небольшое сходство небольшое но она есть вот смотрите то есть вот это шоссей да это номер вот rs 306 вот она у меня получается она более глянцевая она более такая прозрачная а вот эта помада она уже будет получается более кремовая и более такая более синевой уходит а вот это более такая теплая что ли видите здесь как получается как блеск такой а вот здесь вот именно помада помады мне очень сильно понравились знаете чем во-первых цена вопроса 237 рублей еще раз повторюсь это раз а во-вторых они классные они реально увлажняют губы они никуда не затекаются они не растекаются не размазываются и к по поводу стойкости если вот это шоссей да она действительно вы с утра нанесли полдня ходите перри живет и перекусы все что угодно а вот эта помада она перекус не переживет но у нее через какое-то время сходит вот этот глянец вот этот блеск и вот видите это более коричневая это более такая фиолетовая но они чем-то чем-то похожи вот это вот наверное от шоссей да более такая поярче что видите если вы не хотите тратиться на шоссе да возьмите себе вот эту это у меня оттенок 210 я реально буду в риф гоше я возьму себе еще какие-то помады из-за вот этой линейки то есть другие оттенки там и красный красивый розовый так вот вот это когда стирается то есть уходит просто глянец и остается пигмент это круто просто и она съедается знаете не комочками не как-то просто вот ну посередине губ она становится съедается и как бы очень красиво выглядит то есть остается у вас какой-то небольшой контур очень классные девочки я вам рекомендую вот это коричневая это у меня семьсот двадцать первый номер а вот это вот которая чем-то схожи вот с шоссе да это 210 номер вот видите у них есть схожесть только вот это более глянцевая шоссе да да а вот это такая более но она тоже имеет глянец очень классно увлажняет губы если вы еще не пробовали вот эти помадки я вам рекомендую потому что не весь люкс может похвастаться такой стойкостью и вообще таким качеством не сушит губы хорошо их увлажняют реально как бальзамчик быстренько нанесли и подбежали вот очень вам рекомендую обязательно обратите внимание найти на эту линейку она кстати на стенде стоит в самом низу потому что я так поняла что она самая дешевая и вот покажу вам чек значит помада вот она пожалуйста у 725 который называется у них как-то бишь стоит 237 рублей дальше у нас тушь для объема и удлинения это как раз вот это его мозаик она стоит 199 рублей тушь буржуа 399 рублей 2 помада также 237 рублей то есть вся покупка мне обошлась в 1072 рубля класс но вот эти помады девочки если тушь еще но мэйбелин все-таки лучше лориаль телескопик все-таки лучше чем его мозаик но вот эти помады это просто какое-то открытие для меня честное слово почему я раньше не видела вообще не обращала них внимание я не знаю очень сильно вам рекомендую обязательно попробуйте вот так вот выглядит эта помада на мне очень она похожа вот на эту шоссе да вот эту шоссе да у меня кстати забрала мама вот она сказала ей больше она идет вот поэтому так что теперь у меня мамина помада а я пользуюсь вот этими классные помады мне кажется просто супер и также я сейчас покажу как я делаю рулеты на самом деле рулеты из лаваша из ролла на самом деле они делаются очень просто так что сейчас покажу и вот сейчас буду готовить роллы с сыром и зеленью значит возьму два ролла чтобы осталось у нас на завтрак немножечко крупа ну немножко я отсюда возьму и сыр любой какой покупаю вот сейчас менял такой голландский и вот мой главный ингредиент этого блюда мой помощничек который натирает маме в сырок все время до журничком а вот так вот мы и работаем решили мы решили мы один рулет сделать что-то у нас сыра казалось мало вот просто на рулет без майонеза без чего-либо ничем не обмазывая просто посыпаю натертый сыр и сверху получается чуть-чуть совсем у крови когда я посыпала вот сейчас буду скручивать и ставить в духовку хорошо видно у нас сынурка еще оператором работает видеооператором да а я хочу поснимать и вот у нас получается такие два рулетика скручиваю просто кладу на форму не смазанную маслом и в духовку 180 градусов на 10 минут что просто расплавился сыр а потом я остужаю их то есть они должны полностью остыть и нарезала вот так вот ночью покажу конечную разочками да и так вот они у нас остыли и сейчас мы будем резать и нарезаю я вот так вот вдох ну как бы наискосочек такие вот они получаются красивые и вот так вот они выглядят очень вкусно аппетитно они вот так вот видите слепаются за счет того что сыра расплавленные там внутри и вот холодном виде можно немножечко подогреть но мы кушаем холодным видим вот такая вот у нас получается вкуснятика я надеюсь вам понравилось такое видео оно было для вас полезным интересным не забывайте подписываться на мой канал всех люблю целую и до новых встреч